Ленинградский спуск Музыка бразильских карнавалов зазвучала здесь чуть ли не случайно. Узнав о празднике музыки барабанный коллектив, решил организовать флешмоб. Собрать в одном месте всех желающих постучать. Требования к инструментам, пусть даже самодельным, одно. Они должны звучать громко. На самом деле сегодня все ждали, чтобы организовать более широкий, более масштабный оркестр, но не получилось. Может быть ввиду погоды, может ввиду стеснения самарцев. Я думаю, что Самаре нужно как можно больше творческих праздников. Я думаю, что даже нам не хватает карнавалов, которые были ранее. Нужно объединяться, нужно жить на одной волне. Чем больше музыки, тем интереснее, веселее. Зажигать будем. Сделав свое дело, барабанщики передают сцену классикам жанра. Пока еще начинающие музыканты играют только классические произведения. Овации не срывают, но им на первый раз и этого достаточно. Здорово, хорошо. Среди них есть мои друзья. Ну, в общем, мне очень приятно, что они пришли все. Это здорово. Это первый раз вот так вот именно. На свежем воздухе это первый раз. Такая публика тоже впервые. А вот уже состоявшийся профессионал, самарский пианист Григорий Фельдман. Публики так не радуются. Перед тем, как сесть за инструмент, он четко объясняет, что у самарцев с музыкальным вкусом и зачем нашему городу праздник музыки. Жалко, что сегодня не повезло с погодой. Правда, тучи как нарисованные. И жалко, что самарский народ очень инертный и ленивый. И мало интересуется музыкой. Хотя город в общем музыкальный. Свои вкусы самарцы четко обозначают чуть позже, на Маяковском спуске. Народа здесь раза в два больше. И все, как один, слушают только рок-н-ролл. Ну, вообще, мне кажется, музыка, она вся настоящая. Начнем с этого. Как бы, кто может, так и выражается. Некоторые более живую музыку играют. У нас, как вы слышали, музыка слегка электронная, но также присутствуют и живые инструменты. Исключительно живая музыка заиграла на другом конце набережной уже под вечер. Пока третью концертную площадку готовят к выступлениям звезд местного разлива, прямо под ладьей группа единомышленников начинает бесплатно раздавать музыку для народа. Мастер-класс по игре на африканских барабанах отбирает у профессиональных исполнителей всю публику. Мы пришли сюда, потому что здесь люди, и нам интересно с людьми общаться. Я считаю, что это один из инструментов, который объединяет людей. В принципе, вы играете, и люди приходят, и происходит некое такое объединение. Барабаны сами говорят, но, конечно, помощь нужна. То есть здесь этот инструмент, можно сказать, интуитивный. То есть все умеют играть на барабанах абсолютно. Праздник музыки в Самаре проводится второй год подряд, и организаторы надеются, что не в последний. Этот фестиваль, говорят они, хорошая традиция для хорошей губернии.